Всем привет, это Даша и сегодня будет такая подборка про похищение женщин. Верим Славян 12 января, именно вот этого числа, Верес похитил супругу Перуна. В отместку не согласен выйти за него замуж. И поэтому я решила, что такая подборка будет кстати. И книги здесь, вне зависимости от моей предрасположенности к ним, расположены. Здесь нет пятого места или нет первого места. Они все, в принципе, почти идентично мне любы, равномерно. Но, собственно, переходим к делу. Молчание гнят, Томас Харрис. Совершенно гендарная историка, которую знают абсолютно все. Если не благодаря книге, то благодаря экранизации. В общем, один не очень хороший человек похищает девушку. Чтобы найти, активизируется все ФБР. Ведь похищенная является дочерью женщины, которая играет не последнюю политическую роль. И чтобы понять ход мыслей одного преступника, приходится обратиться за помощью к другому, гениальнейшему психиатру Ганнибалу Лектору. Это шикарнейшее произведение. Всем и каждому рекомендую, как, собственно, все другие книги из этой подборки. Следующая книга «Комната Эмма Доннахи». Также есть очень знаменитая экранизация. Боль того, я даже, когда начинала читать книгу, я не подозревала, что я уже ее видела в кино. И когда начала читать, быстро это поняла, уже знала заранее концентрировку. «Комната Эмма» получила колоссальный удовольствие от прощения. Это тот самый случай, когда экранизация и книга фактически равнозначны. Здесь тоже похищена женщина. Но отличает от предыдущей истории то, что она в плену родила ребенка. Еще одно отличие, делающее эту книгу фактически уникальной, то, что рассказывается не только жизнь в плену, но и в ней его уже после спасения. И еще одна черта, опять же, отличающая от прочих собратьев этого произведения, в том, что приставание ведется от лица ребенка. Третья книга «Красотка 13. Лиз Коли». О ней я рассказывала относительно недавно. Маленькая девочка, еще даже не совсем подросток. Тенсея тоже подросток, я что-то запуталась. В общем, она отправляется в поход с друзьями и оказывается похищенной. И в этот момент ее психика во имя спасения души своей обладательницы делится на несколько альтеров. Каждой из них присуща определенная социальная роль. И поэтому, когда в зависимости от определенных событий и ситуаций соответствующий альтер берет на себя ведущую роль. И при этом сама девочка, ее память, она остается покашенной. И никак не может вспомнить, что происходило в эти ужасные годы, когда она отсутствовала. Вот так. Но, впрочем, несмотря на то, что здесь о том, что происходило после спасения девочки, больше, это значительная часть книги, все-таки качество в этом плане немножечко ниже, чем у Эммы Донахим. Четвертая книга. «Коллекционер» Джон Фауст. По-моему, я не рассказывала в декабре более подробно в чете прочитанном. Здесь мы видим не только внутренность, то, что происходит внутри и преступника, и жертвы у обоих у них. Мы видим, как именно преступник пришел к таким действиям, и получила ли его такая греховная личность потом в развитии, или он остановился на этой жертве. Этого я вам, конечно, не скажу, но за всем этим очень любопытно следить. И последняя на сегодня книга, немножечко отличается от своих собратьев, называется «Ребенок на заказ или признание кушерки». Автор Диана Чемберлин. Здесь тоже похищается представительница женского пола, но уже не в подросшем возрасте, а со всеми младенцами. Это сделала кушерка, чтобы прикрыть определенные свои грехи. И уже ее подруги расследуют всю ее общую деятельность и жизнь, с тем, чтобы открыть вот эти вот тайны. Немножечко такой, знаете, в стиле «Отчаянный домохозяек». Напоминает очень атмосферой. И здесь есть такие вот моменты, хоть в чем-то сюжеты можно назвать, предсказуем, но есть моменты, когда ты просто хватаешься за голову и просто шокирован. Вот, это была вся моя подборка на сегодня. Такое вышло короткое очень видео. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока и до скорых кликов.